Мы очень благодарны, что к нам пришли эти замечательные актеры, которые сегодня показывают спектакль «Семья преступления и наказания». Это такой необычный спектакль, главный действитель в лицо – это ткань и два актера, я думаю, что все будет очень интересно. Почему мы говорим о Достоевском не только в этом году, но прежде всего в этом году, да, потому что в частности сети уже называется «через несколько дней», это 11 ноября день рождения Фёдора Михайловича Достоевского, он родился и вырос в Москве, до 16 лет он здесь рос, но об этом почему-то большинство забыло, все считают его питерским Достоевского, но мы как раз хотим раскрыть именно московскую историю Достоевского, она достаточно обширная, она связана не только с детством, она связана с большой семьёй, с большим количеством разных событий, происходящих в его жизни, в общем-то много, что он впитал, потом звучит в его книгах и во всём остальном. У нас, вот подтвердилась, у нас будет выставка на Арбате, уличная, там какие стоят уличные стенды, где мы тоже будем рассказывать, она будет вызываться в «Московские Достоевские семейные путешествия», поэтому всех приглашаем, она будет с 11 по 30 ноября, вот там много, что вы узнаете. У нас уже выпущены в этом году аудиогиды на платформе Easy Travel, вы можете зайти их послушать. Один аудиогид начинается от станции метро Достоевского и идёт по улице Достоевская, где рассказывается как раз о его детстве. И вторая называется «Дорога в Дорогое», она начинается от Коломны и идёт, собственно, до усадьбы Дорогое, это, в общем-то, то второе место, где он проводил своё детство с родителями. «Дорогое», вот сегодня тоже там, приезжая в музей, про это рассказывает. Также у нас есть путеводитель, который мы сделали вместе с детьми и юными художниками, также у нас есть квиз, онлайн-квиз, вообще в детский Достоевский, вы можете зайти в интернет, «Узнаем Москву» и тоже поизучать разные примеры. Сегодня актёры, конечно, волнуются, потому что они на этой площадке ещё не работали, она, как вы понимаете, не очень просторная, но я думаю, что всем вам понравится, я думаю, что вы их обязательно поддержите, вот, ну и следите за нашими событиями, мы будем рады вас видеть на, вообще, библиотеке Достоевского таких событий. Субтитры создавал DimaTorzok В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, один молодой еще тогда человек вышел из своей коморки, которая нанимала Джинсона, в таком-то переводке медленно, как бы в нерешительности направился к такому-то мосту. На улице жара стояла страшная, к тому же и звездка, пыль, духота, и та особенная летняя боль, хорошо известная каждому петербуржцу, что не имеет возможности нанять дачу. Все это разом потрясло расстроенные нервы юноши, нестерпимая жгонь из распилочных, которые в этой части города великое множество, довершили отвратительный и гнусный колорит картины. Чувство глубочайшего отвращения мелькнуло было в чертах молодого человека, но вскоре он спал в какой-то задумчивости, вернее сказать забытье, и пошел уже, не замечая окружающего, не желая его замечать. Он был до того хода оден, что другой бы даже милый личный человек посадился и забыл ходить в таком-то флоте на улице. Но, впрочем, квартал был таков, что костюмом было здесь трудно кого-то удивить, лист с серной обилие известных заведений, пристрили на панораму такими субъектами, что трудно было бы удивляться при встрече с одной фигурой. Между тем, когда один пьяный, которого неизвестно зачем без любогромной ломовой телеги, запряженной же огромной ломовой лошадью, крикнул ему «Эй, ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, показывая рукой, в будущем судорожно схватился за шляпу. Мне не стыдно, а чувство, похожее на испуг, мелькнуло в двух чертах. Ты всего хуже. Ты всего сквернее. Смешнее шляпа, потому что за версту запомнят. Анна Млик, надо быть как можно неприметней. В моем лохмохе подойдет старый блин-фуражка, а не этот урод. Мелочи. Мелочи главные. Эти мелочи и губят. Всегда и все. Идти ему было недолго. 740 шагов как-то сосчитал, когда он уже слишком размечтался. В то время он еще не верил этим своим мечтам своим. Но раздражал себя их безобразной дерзостью. Со временем уже безобразным мечтам своим. Он привык считать предприятием. Теперь он шел делать пробу. Этому же своему предприятию. С каждым шагом волнения его возрастал все сильнее и сильнее. Но видав на площадке много народа, она ободрилась и отворила совсем. Здравствуйте, Алена Ивановна. Раскольников студент был у вас месяц тому назад. Помню, батюшка. Очень хорошо помню, что были. Я, собственно, опять по такому же день. Пройдемте, батюшка. Не пылинки нельзя было найти во всей квартире. В город старого Давида бывает такая чистота. Думаю, он, покосясь на занавеску перед входом в другую комнату, где стояли старухи на постели и комод, и где он еще ни разу не был. Что угодно, батюшка. Заклад принес, вот. Да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. Потерпите, Алена Ивановна. Я вам проценты за месяц вперед внесу. А на то, моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещи вашу тут же продать. А много ли за часы-то, Алена Ивановна? С пустяками ходишь, батюшка. Почитай, ничего не стоит. За колечко в прошлом месяце два билетика внесли. А ну, поди новое. У ювелира за полтора рубля купить можно. Рубля четыре дайте. Я новый, отцовский, я скоро деньги получу. Полтора рубля и процент вперед, коли хотите. Полтора рубля? Поле ваше. Давайте. Все ключи она носит на одном кольце. Там есть один длиннее, с зубчатой бородкой. Это сладователь от шкатулки или укладки. У шкатулок всегда такие ключи, а это интересно. На всякий случай. Впрочем, как это подло все. Вот, батюшка, коли по гривне в месяц рубля, то за полтора рубля причитается 15 копеек за месяц вперед. А за два прежних еще рубля 20 копеек стало быть всего 35. За часы же ваши причитается вам сейчас получить. Рубль 15 копеек. Вот, свозьмитесь. Рубль 15 копеек. Точно так. Я вам скоро, Алена Ванна, одну вещь принесу. Папирот с серебряными, пока приятеля в вас заплачу. А вот тогда и поговорим, батюшка. А вы все дома одна сидите, сестри цитая нету у вас. В? Адинферма. Возвращемся к концерту, ков doit. Возвращемся к любым тебе и руку они уйдут в минуты. Батюшки.